Сегодня в салоне с эти концепты я буду готовить на старичке Ляйт. Ему исполняется 90 лет. Этот бренд выбирают для себя футболисты, политики и актеры такие как Анжелина Джоли, Брэд Питт и Пенелопа Крут. Во время своего путешествия по Аляске я познакомился с бургером из лосося. Это простой рецепт, который мы постоянно делали там, потому что это доступно просто и быстро. И именно его сейчас я буду готовить вместе с вами. Найти дикого лосося в продаже у нас проблем нет, правда задорого и скорее всего он будет норвежским, но тем не менее можно делать бургер из фермерской рыбы, хотя она и отличается по вкусу от своего дикого собрата. На Аляске не так и много придорожных заведений и в большинстве из них по сути кроме бургеров, хот-догов, ну и пару простых салатов ничего нет. Короче гастрономический ад, поэтому в основном готовили самостоятельно. Я разделю фарш на две половины, один поставлю в холодильник и в самом конце я приготовлю еще одно блюдо, а остальной фарш буду использовать для нашей котлеты. Я мелко нарезаю зеленый лук, затем перец и кинцу. В принципе можно использовать блендер, как я делал при приготовлении фишбургера из судака. Его можно посмотреть перейдя по ссылке вверху, но мне нравится именно рубленая текстура лосося. Добавляю центру с одного лимона и хорошенько поливаю лимонным соком и имбирь. Он крайне обязательный, если мы говорим о бургере по-алязски. Перчу фарш и хорошенько все перемешиваю. Сейчас я буду формировать котлету и отправлю ее приблизительно на 15 минут, а лучше 20 в холодильник, чтобы протеин, которых достаточно в лососе, связал частицы фарша между собой. Никаких яиц или сухарей как связующих элементов не надо. А пока я приготовлю соус, который мы будем использовать для рыбной котлеты из лосося. Я возьму йогурт, креветочную пасту, немного острого соуса шейрача и ворчестью, кинза, шалот и лимонный сок. Добавлю соль и песто и все хорошенько перемешаю между собой. Я, как обычно, использую соус, который не содержит майо, как говорят наши американские друзья. Самое время отправить этот прекрасный бургер на гриль, для того чтобы он там хорошенько прогрелся. Мы, наконец-то, его заточили. Я сначала обжариваю булку и затем убираю с гриля. Кладу котлету на раскаленный гриль и буду обжаривать по три минуты с каждой стороны. Посолю и поперчу двух сторон. И собираем бургер. Намажу нижнюю часть фриоши соусом, затем котлета. Сверху снова соус и кладу имбирь. Вот так красиво украсим микрогрином. Последние штрихи, листочки, мяты и базилика. Это божественно, я бы сказал. Микрогрины, конечно, лично мое нововведение, так как на Аляске в 2010 году никакого микрогрина не было. И сейчас я буду его пробовать. Это сумасшедшее сочетание, настолько сейчас играет с моими рецепторами, то просто я даже не могу сказать. Это нежнейшая булка, нежнейшая котлета и нежнейший микрогрин. Я обещал в конце передачи сюрприз, поэтому досмотрите до конца. А вот и обещанный сюрприз. Помните, я отложил в холодильник вот эту часть фарша лосося? Из этого мы сейчас сделаем прекрасный вкусный карта. Очень красивая пасочка получилась. Мы также играли в детстве, только пасочками из киста. Положим сверху и подарим. Чудесный тартар, который так уталяет хорошо голод. Быстро готовится, очень вкусно. Самое главное, чтобы была свежая рыба и свежие продукты, которые вы использовали. С вами был Олег Баженов. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также следите за всеми новостями в фейсбуке на двух страницах. Концепты и Фудис Академия. Увидимся! Продолжение следует...